Привет-привет всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня у меня обзор холдера для взрослых, так сказать, для поездков, особенно поездках за границу. Здесь вмещается очень много документов. Если вам интересно, продолжайте просмотр. Немного расскажу предысторию. До этого у меня были холдеры для детей. Они удобны как и в вседневной жизни. Собирать все детские документы, куда-то ходить по поликлиникам и тому подобное. Так и в поездках. Вот такие были. Это мой личный холдер. Я думаю, многие их видели. У меня здесь помещается даже мой паспорт. Снился два моих. В общем, у меня сейчас здесь и документы сына, и мои документы. Чтобы в поездке в поезд было очень удобно ездить. Ну, в общем, заказывали у меня много мамочек их и спрашивали, к тому же, холдера для взрослых в поездках, чтобы свои документы, документы мужа, влезали паспорта, загранпаспорта. Долго я как-то не могла разработать такое. Была даже первая пробная попытка. Вы могли ее видеть во влоге. Я показывала, что у меня получилось. Ну, вот, наконец-то, я сделала вариант, который более-менее меня устроил. Вот, если сравнить по размеру, он, естественно, побольше, потому что здесь двух взрослых документы помещаются. Размером этот холдер 23 см на 12 см. Он вот такой вот пахлючок с железными уголочками защитными. Выполнен из кожзаменителя. Сейчас на дизайн можно особо не смотреть, потому что я его делала как пробный был вариант. Поэтому я взяла кожзам, который мне больше всего, как казалось, будет долго у меня лежать, да, невостребованный будет, которого не жалко испортить, если что. Но на самом деле так и не испортила. И здесь, естественно, можно также комбинировать будет различные виды кожзама, какие-то еще украшалки. Это, я говорю, только на конструкцию нужно смотреть. И ту конструкцию я хочу еще разработать, еще посмотреть, что-то доработать. Итак, посмотрим внутри. Вот так открывается, как и тот на магнитную застежку, тоже выполненную из кожзам. Вот такой он с обратной стороны. Открываем. Ну, технологии практически та же самая. Первый вот у нас форзат внутри, да. Здесь место для карточек для трех. Можно как вот полюса медицинского страхования ставить, так и просто банковские карты какие-то скидочные. А пока у меня здесь три места, но я планирую, наверное, еще где-то вот здесь сделать место для карточки. Не знаю, как будет смотреться, правда. Дальше на этом форзатце место для двух паспортов, как загран, так и российского. Вообще вот этот конкретно рассчитан на двух взрослых, которые едут в поездку за границей с собой, чтобы все брать. И здесь еще два места для паспортов. Сейчас я вам еще продемонстрирую. Вот возьму мой паспорт. Вот так легко вставляется. Эти все кармашки выполнены из кожзама, такого же, как и обложка. Очень будет носка. Такие специальные выемки для того, чтобы удобно все брать. Дальше, помимо вот этих четырех карманов для паспортов, есть вот здесь секретный карман, довольно большой. Сейчас я тут положила смелс, но вообще здесь можно положить еще какие-то документы, например, свернутые в три раза свидетельства о рождении ребенка. И дальше вот здесь еще один большой карман. Я тут положила много свернутых, а четыре, вот так в три раза я складываю. Мне писала девушка, если я тебе отправила это видео, что я уже, видишь, разработала такой кожзам. Она работает в турфирме, и она мне перечисляла какие-то документы и сказала, что в основном сейчас все билеты и какие-то еще доверенности, все это в листочках А4. Поэтому-то у меня тут поместилось пять листочков свернутых, да? Ну, это просто левые бумажки. И даже, мне кажется, влезло бы еще что-нибудь. Легко вот так вот они входят. Все по размеру, ничего особо не внес. Ну, естественно, они сгибаются, но, как правило, они одноразовые, да? На одну поездку. В общем, карманов не особо, конечно, много, но они, да, объемные. Также можно, например, смелс, если вы здесь что-то положили, также за паспорт его вставить легко влезет. Такой рабочий момент получился, да? Рабочий еще холдер. Если у вас есть какие-то предложения, вы увидели, что я что-то не учла, какой-то документ, да? Или вы поняли, что как-то можно улучшить, обязательно мне напишите. Мне это будет очень интересно. Сама я за границу езжу редко, даже пару раз была всего. Поэтому опыт у меня, собирание всех этих документов небольшой. Обязательно еще расскажу. Напишите мне, что вы думаете о самой конструкции. Ну, а вам спасибо еще за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока.